Здравствуйте, дорогие тельцы! Добро пожаловать на канал! Меня зовут Виктор Ферман, а это ваш лунный гороскоп. Советы на следующую неделю, с 21 по 27 октября. Множество разных событий может вас поджидать. Давайте поскорее узнаем подробности. Наливайте вкусный чай или кофе, подписывайтесь на канал и не забывайте писать комментарии. Мы начинаем! В понедельник луна останется в знаке зодиака-близнецы в вашем втором доме гороскопа, дорогие тельцы. Станет актуальна тема, связанная с финансами, с тратами, с бюджетом и с доходом. Возможно, кто-то из вас задумается, что пора менять сферу деятельности. Или если у вас есть свой бизнес, вы будете задавать себе вопросы, где взять клиентов, у кого взять дополнительные вложения. Стоит ли ввязываться в какие-то новые предложения, которые вам поступают извне. Или все-таки пока что я не готов или не готова вкладывать деньги в какое-то развитие. Кто-то из тельцов, возможно, будет выходить на подработку или могут поступить такие предложения, чтобы больше заработать. Либо придется расписать свой бюджет в понедельник. Это хорошее для этого время. Второй дом гороскопа символизирует голос. Если у вас выступление или презентация, дорогие тельцы, у вас все получится. Луна в близнецах – это контактность, это формулировка мыслей, это сообразительность. Луна повышает это все. Поэтому не бойтесь, выступайте, у вас все получится, дорогие тельцы. Второй дом гороскопа символизирует таланты, наши способности. Кто-то из тельцов, может быть, задумается о том, что нужно зарабатывать на том, что я умею, что лучше всего получается. Может быть, вы будете вкладываться в рекламу. Или сарафанное радио подключать, обслуживать друзей, знакомых, своих друзей и тем самым расширять свои горизонты. Или кто-то из вас уже предлагает какие-то услуги. И вы можете найти либо помощника, либо действительно какого-то клиента, который станет у вас в дальнейшем постоянным клиентом. Луна в близнецах – это стремление браться за все и сразу, дорогие тельцы. Поэтому я, конечно, не советую вам решать какие-то бытовые вопросы, и проблемы личного характера, и отношений, и детей, и финансов. Потому что в понедельник все-таки нужно будет уделить внимание именно сферы, связанные с деньгами, связанные с тратами. Там вы больше сможете эффективно вложить свои силы, так сказать. Поэтому дерзайте. Хочу напомнить о том, что Луна в близнецах отвечает у нас за легкие, за бронхи, за нервную систему. Берегите эти органы в понедельник. Вторник и среда. Луна переходит в знак зодиака – рак. Ваш третий дом гороскопа, дорогие тельцы. А это момент ностальгии. Вас потянет куда-то в прошлое, дорогие мои. Вот место, где вы родились, там, где ваша родина. Может быть, вы сейчас живете в другом городе, в другом районе, в другой стране. И вот как-то могут вспыхнуть воспоминания о былом. Вы можете пересматривать старые фотографии, старые видео. Хорошее время для того, чтобы позвонить или написать своим одноклассникам, друзьям из детства. И с ними что-то обсудить, а вообще лучше встретиться. Третий дом гороскопа – это транспорт. Все, что связано с транспортом. Это могут быть и велосипеды, и самокаты, и автомобили, и поезда. Да, может быть, кто-то из вас будет бронировать билеты или покупать билеты уже. Или что-то, какие-то вопросы вы будете решать во вторник и в среду, связанные с автомобилем. Может быть, ремонт автомобиля, смена автомобиля. Взять автомобиль на прокат, может быть, во вторник и в среду решитесь. Луна в раке – это романтическое настроение. Поэтому это хорошее время, чтобы уделить внимание еще и своему партнеру, личным отношениям. Может быть, устроить какой-то романтический вечер. Или просто посмотреть прекрасный какой-то фильм. И посидеть под пледом, так сказать, укутавшись. И насладиться просто атмосферой. Вот такой романтической. Это пойдет вам на пользу, дорогие тельцы. В набраке – это еще и смена настроения. Поэтому во вторник и в среду у вас могут быть эмоциональные качели. Будьте аккуратнее. И третий дом – это еще новости. Это какие-то бумаги. Это договора, контракты. И также третий дом символизирует брата или сестру. Может быть, вы будете договариваться с родственниками о каких-то бумагах, что-то подписать. Или вы будете делиться какой-то новостью с братом или сестрой. Или вы узнаете что-то от родственников. Какая-то новость может прийти касательно финансов, касательно бумаг, касательно транспорта. Или какой-то поездки. Знак зодиака рак отвечает за интимные органы в женском гороскопе, а также за живот и за желудок. Вот с этими органами будьте поосторожнее в эти два дня. Три дня подряд, четверг, пятница и суббота, луна окажется в знаке зодиака лев в вашем четвертом доме гороскопа. Это хорошее время для того, чтобы организовать домашние посиделки. Хорошее время, чтобы позвать близких и родных к себе в гости, либо самому, самой напроситься в гости. В четвертый дом гороскопа символизирует маму, папу, мы можем посетить наш отчий дом, мы можем приехать в родные места, встретиться со своими родными. Хорошее для этого время, дорогие тельцы. Также, когда луна во льве, мы легко схватываем идеи и предложения. Идеи могут касаться недвижимости, идеи могут касаться переезда, аренды жилья, продажи жилья. В эти три дня вы сможете решить какие-то вопросы в этой сфере. Может быть, вы действительно хотите выкупить долю, приватизировать какую-то недвижимость, продать, поменять вообще локацию. Может быть, вы планировали переехать вообще в другой город. Поэтому здесь вы сможете либо поймать какие-то идеи, либо самому активизироваться. Луна во льве – это активность, это жажда действий. Мы хотим что-то предпринимать и делать. Шаг вперед. Поэтому не бойтесь, тельцы, если решите все-таки что-то менять в сфере, связанной с недвижимостью. Четвертый дом гороскопа символизирует еще и заботу, опеку над кем-то. Мы можем взять под свое крыло родственников, близких людей. Либо мы будем решать их проблемы, их задачи какие-то. Может быть, сейчас проблема у вашего близкого с жильем, и вы захотите помочь. Может так проиграться луна в четвертом доме гороскопа. Хорошее время, чтобы обратиться к начальству с какими-то предложениями. Вас может посетить идеи касательно, может, обязанностей или как модернизировать рабочий процесс. Вот хорошее для этого время. Также, когда луна во льве, мы готовы пойти на риск. Мы словно чувствуем, что мы на правильном пути, что выигрыш где-то здесь, что мы правильно идем в этом направлении, что правда только за нами. Вот эта сверхуверенность в себе, она тоже может нарубить дров, дорогие тельцы. Все-таки я советую в эти три дня не брать на себя больше ответственности, чем вы можете справиться. Не стоит решать чужие проблемы и забыв про свои. Ничего хорошего из этого не выйдет. Знак Зодиака Лев отвечает в нашем организме за сердце, за кровь, но и также за давление. Поэтому будьте, пожалуйста, аккуратнее в эти несколько дней. Ну, а в воскресенье луна переходит в знак Зодиака Дева, ваш пятый дом гороскопа. Будет раздражать любая неточная информация. Воскресенье. Может быть, кто-то опоздает навстречу, и вас это просто взорвет, дорогие тельцы. Вы будете не готовы идти на компромиссы, потому что нужно будет, чтобы люди поступали так, как вы хотите в воскресенье. Вот как мы договорились, так и нужно делать. Вот я сказал или сказала, вот значит так и должна решиться эта задача, эта проблема. Вы захотите, чтобы в воскресенье вас слушали люди и делали так, как вы хотите. Это очень будет для вас важно. Пятый дом гороскопа отвечает за детей, поэтому, может быть, вы будете их чему-то учить в воскресенье. Может быть, вы с ними будете проводить какие-то беседы или посещать какие-то места, где они развиваются. Если они маленькие, ну, к примеру, это могут быть кружки какие-то. Если они взрослые, вы захотите также навести порядок в их жизни. Может быть, вы будете правой рукой своей невестке и стараться приготовить вместе с ней что-то вкусненькое. Вот как-то чему-то вы захотите научить детей в воскресенье. Также пятый дом отвечает за флирты, за романы. Вообще, это дом удовольствия, радости. Поэтому это хорошее время для того, чтобы немного навести порядок в своей личной жизни, дорогие тельцы. Если вы одиноки, то придется задуматься о том, что, а нужны вам сейчас отношения или не нужны? А подходит ли мне этот человек или нет? Вот как-то расставить все по полочкам. Когда у нас в деве, она очень критична. Она хочет, чтобы у нас все было по порядку по какому-то определенному. Поэтому хаоса в личных отношениях вы не допустите в воскресенье. Вот захочется расставить какие-то точки над «и», возможно. Пятый дом гороскопа отвечает у нас за хобби, за творчество. А луна в деве – это поиск информации. Поэтому если вы захотите в чем-то себя реализовать, то вы найдете нужный материал в интернете. Пятый дом символизирует еще у нас спортивные мероприятия. Поэтому, может быть, кто-то из вас сосредоточится на своем организме. Когда луна в деве, лучше заниматься все, что связано с пищеварением, все, что связано с диетами, все, что связано с едой. Может быть, вы будете режим какой-то новый устанавливать. Может быть, рацион какой-то. Может быть, вы никогда не завтракали и захотите с понедельника начать завтракать. Вот в воскресенье решитесь. И с понедельника новая жизнь. Ну и здесь я желаю вам, конечно, удачи, дорогие тельцы. Ну и также следите в воскресенье за зрением, за слухом и также за желудочно-кишечным трактом. Потому что луна в деве призывает быть внимательными к этим органам. Дорогие тельцы, большое спасибо вам за просмотр. Пожалуйста, не забывайте ставить лайк, подписываться на канал и писать комментарии. С удовольствием их почитаю. Мне остается добавить только одно. Пожелать вам крепкого здоровья, удачи, дорогие тельцы, в начинаниях ваших. Старайтесь на следующей неделе как-то вот собраться с семьей, с родственниками. Поделиться эмоциями. Ну и одновременно с этим самому или самой зарядиться эмоциями. Решите вопросы, связанные с финансами. У вас будут на это силы. Поэтому все-таки еще я желаю вам целеустремленности на следующей неделе. Старайтесь фокусироваться на главных вещах. И не рассеивать энергию на что-то второстепенное и абсолютно ненужное. Всем до свидания.